Приветствую вас. Свой вопрос вы называете «Как быть?», и я попытаюсь ответить вам на вопрос на этот «Как вам быть?», чтобы помочь вам в этой ситуации разобраться. Ну, во-первых, в позиции психологии, с точки зрения психологии, надеюсь, что вы понимаете, что вот тот факт, что вы хотели подойти к девушке, но не смогли этого сделать, говорит о том, что по всей вероятности вы обладаете некоторыми комплексами, по всей вероятности вы немножечко, или может быть даже множечко, не уверены в себе. И если это так, если вы в себе не уверены, то нужно разбираться с тем, а почему же и в чем вы в себе не уверены, что заставляет вас быть, собственно, не уверенным в себе. Потому что это именно то, что вам мешает пройти к той девушке, которая вас привлекает. Собственно, с позиции психологии, это вот единственное, разумное, верное решение, разобраться с тем, что вам мешает пройти к ней. Дальше. Переживать по поводу того, что вы к ней не подошли, конечно, можно. Но другой вопрос заключается в том, а что вам это даст? Ведь кроме переживаний, кроме переживаний, кроме негативных эмоций, у вас больше ничего нет. По сути, вы только лишь мучаете себя. По сути, вы лишь только сами себя изводите. Изводить не нужно. Лучше будет, если вы подумаете о тех моментах, о которых я уже сказал. То есть моменты, связанные с тем, что вам кто-то мешает подойти к девушке, которая вам нравится. И, разобравшись с этими моментами, просто-напросто ждать подходящего случая. Подходящего случая для того, чтобы, наконец-то, сделать то, что вы хотели. Это то, что вам нужно сделать. Это то, что вы можете сделать с позиции именно психологии. Пожалуй, переживать о том, что вы упустили возможность, не имеет смысла, потому что она уже прошла. Но вы можете сделать так, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Соответственно, девушка, девушка, скорее всего, вас точно заприметила. Но я не думаю, что она заметила, что вы с ней ездите уже не первый раз. И я думаю, что это приметит вас, а девушка, ну, как бы, следуя классическому принципу, что мужчина подходит первый, она, может быть, даже ждала, когда вы к ней подойдете. Но вы этого так и не сделали, вы не подошли к ней. И из-за этого она, ну, условно говоря, может быть, даже вас немножечко разочаровала. Чтобы этого не было, давайте все-таки вот эти моменты, о которых я вам говорил, пытаемся проработать. Проработаете, поймете, что именно вам не хватает для того, чтобы подходить к девочкам, которые вам нравятся. И не будете испытывать таких больших проблем. А если не будете испытывать таких больших проблем, то вам будет гораздо легче, и вы не будете больше переживать. Потому что переживаете-то вы по какой причине? Переживаете вы потому, что упустили возможность, упустили момент. Если сделаете то, о чем я вам говорю, то переживать об упущенной вармонности вы не будете. Потому что самой этой вармонности упущенной не будет. Вы либо сделаете то, что нужно, либо не сделаете. И если не сделаете, у вас будет обоснование для этого. А если сделаете, то также будет все в порядке. То есть вы будете знать, что вы сделали, что вы поступили именно так, как вы хотели. То есть, еще раз повторю, с позиции психологии, действовать вам нужно именно вот таким образом. Зарабатывать причины вашей в себе неуверенности. Тогда и проблем у вас никаких не будет. Также хотелось бы у вас отдельно немножечко спросить. Ну вот, в шесть раз вы с девушкой ездили в общественном транспорте. В шесть раз. И вы какую цель преследовали, когда именно просто с ней ездили? На что вы надеялись? Как бы, по вашему мнению, идеально развивался бы сценарий вашего взаимодействия с ней? Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что вы можете попросту тратить свое время, свои эмоции, свои силы на то, чтобы сблизиться с девушкой, хотя в действительности вы могли бы сэкономить время и себе, и ей, и просто сразу подойти и узнать. А вообще-то говоря, она вообще расположена ли с вами, вот, вступать во взаимоотношениях или нет? Может быть, у нее муж есть, у нее есть молодой человек, которого она любит, и у вас, вообще-то говоря, нет шансов. Вы этого не знаете. Вы этого не знаете, и это нормально, что вы этого не знаете. Но, чтобы это узнать, нужно проверить. Чтобы проверить, нужно столкнуться. Столкнуться с вот этой вот задачей, выполнить ее. Для этого нужны средства и условия. Как ни странно, но средства у вас есть, правда, не все могут быть. Условия тоже есть, и цель есть. Осталось только действовать. И нужно вам, как раз-таки, на данный момент, для себя определить, что мешает вам действовать. Это главная рекомендация, которую я могу вам дать. Что ж, думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, что вам было полезно то, что я сказал. Надеюсь, вам это поможет, по крайней мере, для себя определить дальнейшую цель того, что вы будете делать. Чтобы не переживать больше по поводу упущенной возможности. И вы, наконец-таки, познакомитесь с этой девушкой. Желаю вам всего доброго, удачи. Если понравился мой ответ, сделайте его лучше. Буду благодарен, ну а если какие-то вопросы остались, то пишите в личку, буду рад помочь.